Пожалуйста, сегменты командуйте. Михаил Владимирович, я, во-первых, хочу отметить Ваш вклад в город в виде тех автобусов, которые сейчас находят к нам в город. Ваша заслуга – это очень важный город на самом деле. И в этой связи у меня две просьбы. Первая просьба – подключиться к вопросу создания в городе автотранспортного предприятия. Потому что на сегодняшний день есть идея эти автобусы сдать в аренду частному перевозчику. Я считаю, что таким образом все усилия, Ваши усилия, придут прав. А запрос именно на муниципальное автотранспортное предприятие очень велик – город, население. Это первая просьба. И вторая просьба – учитывая тот ресурс, который Вы использовали для поставки сюда автобуса, Есть ли возможность по подобной схеме организовать поставку коммунальной техники для содержания уличной дорожной сети города? Дело в том, что в городе сейчас одно муниципальное предприятие, которое занимается этим видом деятельности. Предприятие в очень сложной ситуации находится, поскольку техники там просто катастрофически не хватает. Более того, порядка 70% имеющейся техники имеет уже стопроцентный износ. Я могу говорить вполне предметно, поскольку сам руководил этим предприятием в свое время. И такая схема могла бы позволить городу достойно содержать уличную дорожную сеть. На сегодняшний день техники в городе имеются порядка десятой части от того, что необходимо на самом деле для содержания уличной дорожной сети, исходя из протяженности этой сети. И еще один вопрос по этому же предприятию – содержание ливневой канализации. В последние годы это стало просто бедой города, поскольку даже более-менее серьезный дождь топит наши центральные улицы. Это следствие того, что в отсутствии финансирования и специализированной техники ливневая канализация долгие годы не обслуживается и не содержится в нужном формате. И вот как раз подобная техника тоже была бы крайне необходима для нашего города. Если есть возможность по той же скине, как автобусы, обеспечить такую поставку, пускай в брушной, но в вполне приличном состоянии техники, это бы спасло в данном случае мою городу. Спасибо, Супер Пенисанович. Спасибо. Ну, смотрите, по поводу ливневки, кстати. В Москве все по новой сделке, все затопили и осуждили. Поэтому, конечно, тут зависит все от того обслуживаемой, а на них нет. И вот здесь это вопрос пироскопа, конечно, значит, надели, мы готовы оказать помощь, по технике коммунальной, обязательно посмотрим, что нужно сделать, кто нам что готов отдать. И не надо этого стесняться. Ну, пока бы потом мы вытекаем. И по автобусу, значит, смотрите, я сторонник того, чтобы это было муниципально, как перед Александр Ильич, говорю, привлажено в общественном совете. Почему? Объясняем. Потому что мы планируем отреть просто быстрое, скажем так, мое реагирование на отвратительное состояние подвижного состава и в Хабаровске и в Комсомольске. Ну, есть просто у меня хороший друг Савель, правда, мы это уже, я попросил, он дал трамвай, я сейчас иду в Хабаровске. Я сейчас иду в Хабаровске. Мы сейчас тоже готовимся. Их заявляться на 22-й, и сейчас процессов идет. Но без муниципального предприятия все не имеет смысла. Поэтому, я считаю, нужно создать, принять их туда, пока те, которые есть, не заявляться на большие государственные программы, или которые анонсируются в Госбанк. Поэтому, я думаю, вам просто посыл Александр Ильич, что при всех думает, отдавать их частникам. Можно отстрелять себе в ногу и держать город развитие, я так считаю. Ну, пожалуй, все. А вы не знаете, кстати, да? Да, я позвоню, я использую случаем, вот Александр Ильич... На Тихо-Рокеанской звезде, вы же звонили? Да, я звоню. А я чувствую по голосу. И, пользуясь случаем, я приглашаю напротив, вот Александр Ильич, только что позначил вопрос. Я звоню, пожалуйста. Нет. Ну, шел сегодня, в следующий приезд, возможно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok